Ой, ой, Ись, ты что, застряла? Ох ты, бедненькая! Конечно же, ты не смогла открыть дверь, если ты, блядь, тут не можешь перепрыгнуть. Перепрыгнула, умничка! А сейчас просто прошла... Сука, она просто прошла сквозь, блядь, стену. Серьезно? А до этого она не могла так сделать. Она сидела в заперти. Всем привет, друзья, с вами по-прежнему Бабай. И мы продолжаем прохождение игры The Outer Worlds. Чем мы сегодня займёмся? Во-первых, нам надо найти Такера, где-то в Ember Heights. Это, наверное, первое, что мы будем делать. Дальше нам надо выполнить задание Челнок. И куда кладут Болт. Это, как бы, дополнительные задания, чтобы выполнить задание радиомолчания на Монархе. Ну, как бы, мы должны помочь Брокеру. Ну, а дальше посмотрим, что, куда и как. Погнали искать Такера. Ниока, Сэм, я уже соскучился по вам. Я уже так долго не играл, на самом деле. Сейчас опять придётся привыкать к этой игре. И так каждый раз. Начинаешь что-то снимать, потом... Ладно, не буду красть пока что. Потом переключаешься на другую игру. И приходится опять всё по-новому привыкать и изучать. А вот и Такер. Похоже, я тут не единственный новенький. Как мне тебя называть, незнакомец? Капитан Бабай. Капитан Хортон. Меня вполне устроит незнакомец. Пусть будет Капитан Бабай. Добро пожаловать в Эмбер Хайтс, капитан. Зови меня, Такер. Ты хочешь присоединиться к иконоборцам? Помочь нам освободить этот мир? Такер? Так это ты, малыш Агнес и Стеллар Бай? Значит, ты здесь тоже недавно. Освободить от чего? У меня нет на это времени. Такер? Никакой я не малыш. Уже много лет как? Как бы это не хотелось моей маме. Значит, она до сих пор меня ищет? Я-то надеялся, что она наконец приняла моё решение. Она выставила всё так, будто тебе грозит опасность. И попросила меня тебя спасти. Она предлагает награду за твоё возвращение в Стеллар Бэй. Ну, тут первый вариант. Да, если её послушать, за порог выйти, и то опасно. Она всю жизнь вбивала в меня страх перед всевозможными опасностями. Не ходи гулять. Тебя жукусеницы руки оторвут. Не выходи из города. Тебе раптидоны в лицо кислотой плюнут. Мародёр надругается. В серу упадёшь. Её страхи долго меня держали при ней. Мне уже 42, но она до сих пор уверена, что её малышу нужна защита. Но меня это больше не устраивает. Убеждение 55. Нифига себе. Бегство для трусов. Поговори с ней. Покажи, что ты уже взрослый мужчина. Блин. Это хороший вариант, но, к сожалению, убеждение у меня не так сильно вкачано. Запугивание 35. Нет уж. Деньги будут у меня. Если ты не вернёшься, я выбью из неё награду. И что со всем этим делать? Она ведь дальше будет посылать людей тебя искать. Ты возвращаешься в Стеллар Бэй? Это я тебе гарантирую. Я не хочу ему угрожать, но запугивание мне выгодно использовать, потому что это даёт мне опыт. Давайте начнём с третьего варианта. Клянусь звёздами, я не знаю. Моя мама упертая женщина. Пока я жив, она не успокоится. Так может, тебя просто убить? Ты знаешь? А ведь это выход. Скажи ей, что нашёл у дороги моё мёртвое тело. Всё изувечное, конечно. Если она поверит, что я мёртв, то перестанет меня искать. Ты готов фальсифицировать собственную смерть, только чтобы избежать разговора с матерью? И тебя устраивает, что она будет считать тебя мёртвым? Не думал, как ей будет тяжело? Мне нужно доказательство, что найденный труп был твоим. Нет, я не поступлю так с Агнес. Или Агнес. Второй вариант. Мне не хочется причинять ей боль, но ей самой будет лучше заняться собственной жизнью. Ну, в долгосрочной перспективе. Такой себе вариант, но, наверное... Наверное, это правильно. Возможно. Даже. Может быть и нет, но... Ну, окей. Давай какие-то доказательства, что это твой труп. Да, наверное. Тут подойдёт кольцо моего папы. Я его ношу с тех пор, как он умер. Мама его сразу узнает. Вот, отнеси это кольцо в Стеллар Бэйс. Скажи моей маме, что снял его с моего трупа. Конечно, ей будет тяжело, но другого выхода нет. Возможно, он и прав. Ладно, пойдёмте теперь искать валики для печатного станка. Надеюсь, они где-то недалеко. И не надо будет переть через пол карты, чтобы их купить. Ну, почти недалеко. 320 метров. Ладно, бежим туда. Так, это мародёры? Да, это мародёры. Давайте я с винтовкой постреляю немножечко. Давненько я уже с ней не бегал. Она у меня теперь со снайперским прицелом. Да, тут мои напарники с ними разобрались быстренько. Кстати, эта винтовка так красиво выглядит. В таком золотом окрасе. Найлз. Это мальчик или девочка? У него очень грудь вперёд вылазит. Мне жаль, но выход на территорию запрещён. Это я вежливо прошу тебя не путаться под ногами. Что здесь происходит? Мне нужно попасть внутрь. Атаковать я тебя сейчас попутаюсь. Тогда я пойду. Что здесь происходит? Мы устраняем утечку в генераторе. Тебе-то чего? У меня здесь назначена встреча. Вот что. Что случилось с генератором? Что за генератор вы чините в этой глуши? Мне нужно попасть внутрь. У меня здесь назначена встреча. Ясно, Карлота. Ну да, она внутри. Но мы первые сюда добрались. Как только починим генератор, она наша. В смысле, она ваша. Карлота ваша? Зачем она вам? Сколько времени это займёт? Слушай, мне плевать, что с ней будет. Мне нужны от неё припасы. Зачем она вам? Об этом поговори с главной. Знаю только то, что она хочет убить Карлоту. Мне нужно попасть внутрь. Ага, я так просто тебя пущу. С чего бы это вдруг? Ложь, 55. Мне нужно проверить информацию о нашествии Жуку Роя. Убеждение. Вы здесь из-за Карлоты. Всё просто. Я прикончу её. Ты получишь свои деньги. И мы оба останемся в выигрыше. Может, 2740 битов всё изменит? Ложь. Блин. Чтобы этим гадам пусто было. Отчаливаем, ребята. Ну и отчаливайте. Серьёзно, они все просто уйдут, потому что я им... Типа соврал? Всё? Что-то вы притихли? Это трюк. Эй. Расслабься. С отрядом Субсвет Утиль покончено. Здравствуйте. Вы хотели поговорить о спасении? Орден научного метода мог бы помочь вам. Карлота, это ты? Пусть будет третий вариант. Да, и в сотый раз повторяю, я не открою дверь. А ты кто вообще такой? Я бабай. Грэм прислал меня за припасами. Дружелюбный иконоборец просто проходил мимо. Кто я, не имеет значения. Меня прислали за припасами для Грэма. Я бабай. Грэм прислал меня за припасами. Ох, Слава, наконец-то. Передай Грэму, что я выхожу из дела. Да ты охренела. Санжар запретил мне торговать с вами. Но даже если бы он этого не сделал, я больше не хочу... Наверное, иметь дело с нами, но... А ты, блядь, раньше сказать не могла? Ну, сука. Они прихи... Убери, а, совсем что ли? А не охренела ли ты часом? Ну, так-то она достаточно симпатичная такая. А жопа у нее какая? Ну, костюмчик так себе, но в принципе... Ладно. Не знаю, как тебе удалось избавиться от этих бандитов, но спасибо. Грэм заказывал валики и еще какие-то штуки, да? Для печатного станка. Вот, держи. Повторяю, после этого я выхожу из дела. Почему Санжар запретил тебе вести дела с иконоворцами? Зачем ты помогаешь Грэму? Откуда им теперь брать перепасы? Атаковать я просто возьму все, что у тебя есть. Ну, я не буду атаковать ее, я не вижу в этом смысла. Зачем? Ну, почему Санжар запретил, это в принципе и так понятно. Потому что это две враждебные фракции. Но я все же спрошу. Лучше сам у него спроси. Я знаю одно. Меня арестуют или застукают? Застукают молотком? Зачем ты помогаешь Грэму? У него завидная цель, освободить людей и все такое. Путь иконоборцев не для меня, я не готова от всего отказываться, но их уважаю. Откуда им теперь брать перепасы? Да поможет им закон, я не знаю. Может, субсвет уйти или их выручит. Мне пора идти. Слушай, у Грэма еще остались биты на счете. Могу организовать последнюю доставку, но после я умываю руки. Что нужно принести? Грэму нужны вместительные картриджи данных. Зара говорила, что им нужно больше еды и лекарств. Пусть будет и еда и лекарства, потому что Грэм такой, знаете, достаточно своеобразный мужик. И у него очень своеобразные запросы. Всегда считал ее разумной женщиной. Она молодец. Я пришлю что-нибудь. Спасибо. Передай им от меня привет. И удачи там. Смотри, чтобы тебя не сожрали. Я надеюсь, что тоже на это, что меня не сожрут. Ну что ж, теперь пойдем искать болт 52 для Санжара. Ниока с Сэмом общаются. Хорошо, они нашли общий язык. И это славно. Так, вот здесь, по идее, мы должны перейти мост. И там уже то, что нам нужно. Там локация называется храм. Так, уйди, ублюдок. Еще один бежит. Сдохни, блядь. Да, слушай. А ты живучий. Ладно, бежим. Там локация называется храм. Но я бы не сказал, что это похоже на храм. Так, там какой-то жирный раптидон. А, это колос. Какая разница. Колос, не колос. Все равно умрет. Да, чтобы девочка не расслаблялась, давай. Да, и ты тоже не расслабляйся. Молодцы. Молодцы, ребятки. Да, сдохни ты уже. Кто-то морет. Ну, это не мои. Так что, не важно. Еще раптидоны. Умрите, умрите, твари. А это стихаря сзади меня душит, да? Ничего у тебя не получится. Новый уровень. Отлично. Короче, мне кажется, что надо уже отказываться от своей брони. Потому что уж больно она негативно действует на вскрытие замков. И, наверное, мне надо пожрать. Тогда все эти негативные бонусы также должны пропасть. Сейчас проверим. Да, все хорошо. Я заюзал через F яблочко и адрену. И у меня все негативные эффекты пропали. Супер. Ну, кроме брони. Броня все же дает минус 5 к вскрытию замков. Это неприятно. Но я думаю, я это переживу. В случае чего просто сниму броню. И пойду тогда лутать все, что надо. Я уже почти на месте. Буквально 40 метров. Я, наверное, где-то пропустил вход просто. Открыть с помощью ключ от здания храм. Открыть. Меня тут ждут. Да, нет. Не видно. Это не хорошо и не плохо. Я не вижу ни каких-то позитивных героев, которые могли бы меня здесь ждать. Ни тварей, ни мародеров. Так что все нормально. Еще один неинтересный терминал. Так, тут, наверное, надо наверх. Какой-то большой ящик. Что здесь у нас? Прям так долго вскрывается. Я бы не сказал, что здесь прям что-то особо хорошее. Но ладно. Эй, там кто-нибудь. Я слышу топот ботинок. Стоп. А рапты не могут носить обувь? Эй, кто там? Не думаю, что они успели этому научиться. Кто ты? Ложь. Рыкнуть как раптидон. Зачем? Ну вот зачем? Кто ты? О, слава вечности. Я Хаксли. Хакс. Если вам лень целиком. Я застряла. О, это девочка. Мы с друзьями искали что-нибудь ценное, пока вдруг не приползла жуку-матка. А потом раптидоны. Я забежала сюда и, эм, теперь вот дверь заперта. Поможете мне? Ты оказалась заперти? Но как? Ну, мне нужно попасть внутрь. Мне нужно попасть внутрь, но я могу подождать, пока ты не умрешь там от голода. Ты оказалась заперти, но как? Как два пальца об асфальт. Побегайте от голодных раптидонов, а потом рассказывайте мне о рациональных решениях. Эм, ладно, мне нужно попасть внутрь. Спасибо, мистер. Моего приятеля был ключ, но он что-то притих. Запер меня и убежал. Сожрали его, наверное. Так что ищите мертвеца, вот. Или рапта. Может он в желудке у рапта. Фу. Думаю, я нашел его. Раз уж ты в заперти, может ответишь на пару вопросов? Зачем? Должен быть способ открыть дверь изнутри. Давайте второй вариант, потому что, ну, не просто так ли, он здесь. Конечно, мне теперь только на вопросы и отвечать. Кто ты? Ты часто застреваешь в кладовках? Я ищу болт 52, видела тут где-нибудь. Ладно, займемся дверью. Давайте сразу дверью. Выпустите меня отсюда! Думаю, я нашел его. О, прям много благодарна. Да, у меня есть ключ. Ах, ну и ну, спасибо большое. Там становится душновато, и у меня уже начала кружиться голова. Так что, наверное, я могла умереть. Но теперь я на свободе, и возвращаюсь в Эмбер Хайтс. Все, улипаешь в неприятности? О, привет, Ниока. Эм, не могла бы ты отвезти меня домой? Я... О, ты не одна. Забудь. Уверена, что можешь идти. Знаешь, вообще-то за помощь принято давать награду. Удачи, прекратить разговор. Атаковать. От тебя одни неприятности. Здесь ты умрешь. Да что это такое? Почему постоянно появляется вариант убивать кого-то? Я не хочу. Ммм, знаешь... Давайте попросим награду. А вдруг? Что? Но у меня ничего нет. Как насчет тысячи благодарностей и моего безмерного уважения? Ложь. Считай, что в момент спасения ты заключила со мной контракт. С тебя компенсация. Запугивание. Дай мне что-нибудь или затолкаю тебя обратно. Убеждение. На благодарности и уважении боеприпасы не купишь. У тебя наверняка что-нибудь найдется. Замолви за меня словечко перед иконоборцами. Тогда и будем в расчете. Я просто использую ложь, потому что... Чтобы капал опыт. Ай, черт. Если бы знала условия, ни за что бы не согласилась на спасение. Ладно, держите. Она дала 600 картриджев с битами. Уверена, что можешь идти? Удачи прекратить разговорд. Ладно, ладно, иди уже. Уверена, что можешь идти? Да, конечно, я же курьер. У меня часто кружится голова. Кстати, а кто это с вами? Похоже на вас, только весь расплывается. Я не понял прикола. Ладно, иди уже. То это похоже на меня, только весь расплывается. У нее в глазах двоится, наверное. Может не стоило было брать с нее деньги, но... Но я взял деньги. И хорошо, и пусть будут. Так, я нашел болт 52. Отлично. Меня тут просили еще в каком-то терминале удалить данные. Я не знаю, буду ли я это делать, но как минимум надо было бы найти этот терминал. Это тот, что снизу там? Ой, ой, ты что, застряла? Ох ты, бедненькая. Конечно же, ты не смогла открыть дверь, если ты, блядь, тут не можешь перепрыгнуть. Перепрыгнула. Умничка. А сейчас просто прошла... Сука, она просто прошла сквозь, блядь, стену. Серьезно? А до этого она не могла так сделать. Она сидела в заперти. Эх, NPC такие, NPC. Посмотреть характеристики сотрудников. Продолжить. Вернуться к началу. Тут нельзя ничего удалить, по сути. Вот, есть удалить все данные. Допустим. Удаление файлов, удаление ссылок и индекса, удаление записи и об удалении. Все файлы удалены. Я не читал, что здесь написано. Если кому-то из вас интересно, он может прочитать себе, поставить на паузу. Давайте теперь вместе с Неокой проведаем могилу Хейза. Но она, блин, так далеко. Надеюсь, здесь будет какой-то фаст тревел. Блин, вот здесь прыгать, это так опасно. Смогу ли я здесь выжить? Да, черт его знает. Но я все же попытаюсь. Ай, блять, ай. Это было ожидаемо. В этот раз я все же лучше как-то обойду. Осталось только найти, с какой стороны это сделать. Так, я вижу нужную мне точку и вижу, что там уже есть раптидоны. Но это как бы не проблема. Охренеть, у него столько ХП. Так, давайте... Мальчики и девочки побыстрее разберитесь с ним. Серьезно, Неока тупо так быстро его вынесла? Откуда еще какая-то сука на меня плюется? Или это уже просто остаточная кислота меня дожирала? Ладно, пошли, Неока. Где-то здесь должен быть твой друг. Вот и могилка. Рядом с могилой Хейза закопана небольшая шкатулка. Ее петли поржавели. А деревянная поверхность полностью сгнила. Она почти рассыпается в ваших руках. И внутри вам удается найти потускневший серебряный медальон с надписью Кхарон. Хорошо. Окей, Хейза мы навестили. Куда дальше? Неока. Ты хочешь с ней поговорить? Ну давай. Хейз был самым самоотверженным на свете парнем. Алкион многое потерял. Итак, чтобы выманить Жаку-матку наружу, нужно найти Ребекку и Андерса. Они уехали на Тару-2 по заказу от ВОК. Думаю, пришло время навестить Хирама. Если кто знает, как их найти, так это он. Минуточку. Что за заказ от ВОК? Зачем нам их помощь? Глаза бы мои его не видели от его Хирама. Хорошо, идем к инфоброкеру. Что за заказ от ВОК? Я почти не в курсе. Платили хорошо, вот они и согласились. Они говорили, что вернутся через пару недель, а вырученные деньги мы поделим. Дело было очень давно. Ты не стал их искать? Похоже, они вас просто кинули. Ты не стал их искать? Надо было, я... Конечно, надо было. Но вскоре после их отъезда погибли Хейз и остальные. Если честно, после его смерти я... Я опустила руки. Потому что мне было больно, дико больно на что-то надеяться. Хорошо, что ты решила взглянуть в глаза своему прошлому. С выпивкой дружить куда приятнее. Нельзя таскать с собой такой груз. Хорошо, что ты решила взглянуть в глаза своему прошлому. Спасибо, не уверена, что я об этом не пожалею, но раз уж начали, можно и закончить. А теперь пошли, надо двигаться, пока Хирам не помер от старости. Я хотел еще что-то спросить, но этот вариант пропал. И нас отправляют к инфоброкеру. На этом, я думаю, мы сегодня закончим и продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Увидимся завтра. Всем пока.